В Екатеринбурге в 12 часу утра при ярком естественном сентябрьском освещении на углу Щерса Сурикова на тротуаре 35-летний гонщик на кикшеринговом электросамокате снес 12-летнего пацана, который шел из дома в школу и не дошел. Вместо учиться он поехал лечиться. 35-летний мужчина, управляя арендованным электросамокатом, двигаясь по тротуару улицы Щерса со стороны Серова в направлении улицы Сурикова, допустил наезд на пешехода, который двигался слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик, который с ушибами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. В 9-й детской лечебнице сбитому с ног и толку шестикласснику медики надиагностировали ушиб правого предплечья и коленки. По счастью, этот неравный бой обошелся без жертв и даже без переломов, а бой был очень сильно неравный. 35-летний мужик вместе с симокатом весит, ну, наверное, за центнер, а это при любой скорости чревато, но нет, в этот раз пареньку проперло, только ушибы, а значит процесс изучения истории средневековья для него не накроется бледным тазом. Кто-то скажет, да пацан сам подикось виноват, фиг ли он шел поперек тротуара слева направо, да где же это видано, что за бунтарство двигаться поперек тротуара. Сезон симокатчиков еще не закрыт, надо двигаться только вдоль тротуара, целее будешь. Сарказм. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Напоминает, что на тротуарах пешеходы имеют приоритет, поэтому лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, не должно создавать им помехи. О, ясно вам, тикшереры симолюбивые, пешеход в приоритете хотя бы на тротуаре. Так что извольте, тем более в 35 лет сносить 12-летку это как-то даже пошло. Сам симокатчик позже пояснил гаишникам, что он не специально, что он больше так не будет. Он катился по тротуару, повдоль Щерса, по художественному пролету от Айвазовского к Серова и далее к Сурикова. И на подъезде к перекрестку Щерса-Сурикова он заметил стайку школьников, которые, вот ведь борзость, стояли на тротуаре. Он подтормозил, дети его увидели, разошлись, чтобы его пропустить. Он двинулся дальше и тут неожиданно, с левого бордюра поребрика выскочил пацан и помчался ему на перерез. Ну а дальше удар, падение и ушиб руки и колено. Гаишники на пассажок напоминают, что по правилам 2D, симокат не должен ехать быстрее 25 км в час. А ежели он создает угрозу для пешеходов, то симокатчик обязан снизить скорость до минимума, а минимум это ноль, или вообще спешится. В общем, имейте совесть и берегите друг друга, хотя бы на тротуарах.